Друзья, привет! Меня зовут Ксения Мигишева, я художник-педагог. Снова возвращаюсь в свое вещание. Тема, которую сегодня буду обсуждать, это тема акцентов. Тема акцентов в композиции. И тут вот интересный момент. А что вообще является композицией? Какая-то ваша обычная учебная работа, если вы студент, например, или учитесь в художественной школе, является ли она композицией? Я считаю, что да, является. Все то, о чем я буду говорить сегодня, оно будет касаться как учебных работ, так и работ творческих вообще. Ну, прежде всего, тебе кажется, что это то, что привлекает внимание. Однако есть одна загвоздка. Что может привлечь твое внимание само по себе? Ничто. Ничего не находится в вакууме. Все находится по соседству с чем-то или в каком-то контексте. Поэтому сегодняшний мой разговор об акцентах будет всегда завязан на том, не то, чем может являться акцент или как он может быть сделан, а как он работает в конкретной ситуации, в конкретной картине. Я буду показывать небольшие схемки, это что-то будет похожее на абстрактная композиция. Зато в этих схемах будет все предельно ясно, понятно, что я имею в виду и о чем говорю. Зачем вообще нужно знать немножечко, вот так вот хотя бы в теории, что может являться акцентом? Затем, чтобы избежать каких-то совершенно ненужных вам, незапланированных мест в ваших композициях, в ваших работах, которые будут привлекать внимание, а вы его не хотели в конкретном месте, например. И вышло это каким-то образом случайно. А вот так вот если проговорить какие-то частные случаи, хотя бы несколько штук или посмотреть, как они работают на самых разных композициях, то становится понятно, что акцент это такой важный, обязательный, серьезный инструмент вообще в принципе для создания композиции и для того, чтобы руководить, как бы двигать взгляд зрителя в нужную вам сторону. Давайте начнем. Первый вид акцента, он будет касаться размера объекта. Это когда один из элементов в композиции, формат здесь значения не имеет, сделаю горизонтальный в качестве примера, когда один из элементов в композиции вдруг является резко контрастно маленьким или контрастно большим. Например, представим себе какую-нибудь абстрактную композицию, которая состоит из каких-то крупных объектов, они могут быть разными, в принципе, по размеру немножко отличаться, здесь неважно. И вот один из элементов является абсолютно маленьким по отношению к остальным, он настолько сильно контрастен по форме, по размеру вернее, не по форме, простите, что мы не можем не обращать на него внимания. Причем работает это как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть мы можем сделать акцентным элементом контрастно маленький предмет или наоборот. Среди большого количества маленьких, прям огромный, россыпь может быть чего-то мелкого, раз мы выделяем какой-то один предмет или объект большим. И он тогда, конечно же, становится акцентным и обращает на себя внимание. Но опять же, это работает именно вместе с чем-то. То есть контраст, он находится, вернее акцент формируется где-то посередине между тем, в каком контексте этот акцент делается, и, собственно, самим акцентом. Например, представим себе какой-нибудь обыкновенный нутюрморт, в котором будет стоять какой-нибудь большой, может быть, кувшин и большое количество маленьких предметов разбросано. Ну, они могут чуть-чуть отличаться по размеру, это неважно. Конечно же, кувшин здесь будет таким доминантным, то есть он будет обращать на себя внимание, и это тоже является способом акцентирования. Из искусства, которое нам с вами известно, могу привести в качестве примера явления Христа народу, где, в общем-то, вся композиция построена таким образом, что группа людей, основная, изображенных практически в натуральную величину, если вы были в Третьяковской галерее, то вы наверняка видели эту картину воочию, и вся эта группа людей расположена на переднем плане, дальше небольшая группа на средний план уходит, и абсолютно отделенная, то есть с использованием такой композиционной паузы, то есть здесь есть расстояние между группой людей переднего плана и, собственно, самим Мессией, и вот это расстояние только усиливает отделенность и контрастность, в общем-то, по размеру. Скорее всего, когда мы смотрим на это полотно, мы все-таки пройдем через всех этих людей впереди, и только потом, обращая внимание на жесты, на повороты людей, мы повернемся и посмотрим как раз в ту сторону горизонта, где у нас как раз более маленькая фигурка, которая акцентирована определенно, это является акцентом. акцентированно выделяется, но выделяется она только в условиях того, как эта композиция собрана на контрасте размера. Следующий вид, который мы можем разобрать, и он довольно будет простым, это контраст по тону, то есть когда элемент какой-то, то есть у нас есть какое-то произведение, опять же формат его здесь значения не имеет, но какой-то элемент относительно всех, что бы там у нас ни было изображено, выделяется по темноте или по светлоте, то есть это у нас контраст именно по тону, с точки зрения темного и светлого, и градации темного и светлого. Это может работать как в одну сторону, когда темный акцент является привлекающим внимание на фоне чего-то более светлого, также это и работает в другую сторону, когда светлый акцент привлекает внимание к себе за счет того, что относительно темном фоне мы можем поставить акцент за счет контрастно-светлого пятна. Вот, кстати, в этом моменте как раз большое количество каких-то непонятных, непредвиденных акцентов расставляется новичками, когда они делают свои первые рисунки, неважно, академические, либо самостоятельные, так как весь все естество новичка занято, как правило, какими-то моментами анатомическими, либо каким-то характером линии, либо слежка за пропорциями, какое-то решение каких-то таких самых пока глобальных, таких базовых проблем, и все внимание идет туда, из-за этого не контролируется практически нажим, и тон как будто бы уходит куда-то на второй план, и потом, когда работа завершена, то видно, что в работе есть огромное количество каких-то непонятных акцентов, которые появились совершенно случайно, из-за этого глаз туда цепляется к этим контрастам цветовым, контрастам тональным, и работа сама по себе немножко рассыпается. Давайте приведу несколько примеров. Первый пример, это пусть будет акцент, где темное выделяется на светлом фоне. Пахитонов Иван, Щукин на прогулке, 1900-е годы, и работа выглядит вот таким вот образом, то есть у нас есть абсолютно воздушное, светлое-светлое пространство, и абсолютно темное, контрастное по тону фигура. И фонарь туда же у нас идет. То есть вот получается наш акцент. В целом можно сказать, что это даже не просто акцент, потому что могла бы быть композицией чуть более сложной. Это прям способ создания композиции. Я часто о нем, кстати, говорю, когда выделяется светлое на темном или темное на светлом. Называю обычно это таким словом, как символ, или можно назвать еще это решением композиции. То есть это, в общем-то, что-то фундаментальное, основное, из чего состоит вся композиция. Но в качестве акцента, того, как можно создать акцент, я все-таки приведу вот эту работу. Ровно так же, только наоборот, когда светлый акцент ставится в темном фоне, в темном пространстве, это Лев Бакст, небольшая графическая работа, незнакомка иллюстрация к одноименному стихотворению Блока. И это маленькая совсем картиночка, где, как видите, в целом темное пространство. Поэтому первое, что я вижу, это кусочек юбки и лицо. Скорее даже все-таки лицо, а не кусочек юбки. Потому что это лицо абсолютно... Во-первых, лица всегда узнаются, все-таки видно, что это лицо. Во-вторых, оно светлое. Это самое главное, из-за чего оно бросается в глаза. И дальше все вот в таком вот немножко расплывчатом акварельно-тушевом каком-то тумане. Еще очень важный момент. Примеры, которые я вам только что приводила, как я уже сказала, они, в общем-то, фундаментальны для построения самой композиции в данном конкретном случае. Но дело в том, что акцент далеко не всегда совпадает с центром композиции. И, в общем-то, не является и не обязан являться центром композиции. Он может являть собой только решение каких-то элементов композиции. Поэтому буду показывать вам разные варианты. Иногда акцент будет совпадать с усилением центра композиции, а иногда совершенно нет. Вот портрет Шаляпина в роли Алаферна, 1908 год, Головин Александр. И давайте, вот посмотрите, вся, ну, в таком все, в стиле Головина. Все довольно такое здесь, пестренькое. Самое темное пятно, которое мы видим, оно вот как раз обрамляет лицо главного персонажа, Шаляпина. И вот эта вот накладная большая черная борода, если сильно-сильно прищурить глаза, то мы так или иначе все равно придем в это место, именно потому, что там есть вот это темное акцентированное пятно. Ну, не только, конечно же. И жест имеет значение. Надо ли говорить, что жест тоже является акцентом. Ну, я так как много раз уже, ну, я бы сказала, даже почти в каждом видео своем говорю, что лицо человека и фигура человека вообще само по себе является тем, что привлекает внимание зрителя в любом случае. А уж что говорить про жест, здесь про это я вообще даже буду, пожалуй, молчать. Итак, мы смотрим на лицо. Естественно, это лицо усиливается тем, что оно обрамляется именно таким почти черным пятном, которого вообще во всей композиции больше нигде нет. Пример немножечко другой. Когда мы говорим об акценте с точки зрения, ну, например, с точки зрения цвета. Это работа «Завтрак аристократа» Павел Федотов. И здесь акцент, о котором я хочу сказать, он совершенно не является тем, что формирует центр композиции и главного персонажа. То есть я могла бы вам сказать, что давайте разберем на этой работе такой вид акцента, как, например, его атласные штаны красного цвета. Мы же все равно бросаемся, да? Глаз наш цепляет этот красный цвет. На контрасте в цветовом круге зеленый цвет и красный находятся напротив друг друга. И, конечно же, на контрасте к зеленым фонам в этой работе мы видим красный цвет. Но я не о нем хотела бы сказать. А я хотела бы сказать о том, что жест нашего персонажа прикрывает бутерброд или кусок хлеба, что-то такое, да? Все там спрятано под книгу. А где-то за рукой у нас есть синяя лампа. Вот можно сказать, что акцент по цвету в плане, вот в контексте нутюрморта на столе, вот, и в контексте того, что эта синяя лампа является чем-то усиливающим движение, направленное такое движение, движение руки молодого человека. Еще, ко всему прочему, лампа так интересно, что она, это цветовой акцент, он достаточно яркий, и при этом он немножко вжат в стенку, как будто бы немножко лампа такая прям вот упирается в стенку очень сильно и создает такое большее напряжение и усиливает вот эту вот странную позу поспешившего прикрыть свой бутерброд молодого человека. Вот такой вот сейчас я привела пример об акценте. Хотя в этой работе акцентов довольно много. Много того, что привлекает наше внимание в той или иной зоне. Тут важен момент иерархии, чтобы все эти акценты были выстроены таким образом в плане иерархии, чтобы ни один не выскакивал вперед другого. Но это уже такая довольно продвинутая история для тех, кто давно делает композиции и набил какие-то шишки на первых своих таких простых композициях. Еще один пример приведу, когда акцент по цвету, цветовой акцент в общем-то совпадает с композиционным решением. Такой пейзаж осень, Бродский Исаак, практически вся работа решена за счет золотистых тонов и акцентированное небо. То есть у нас такой вот чистый контраст оранжевый-синий прямо по цветовому кругу, взятый в правильной тональности, то есть с точки зрения именно светлого и темного. И вот такое акцентированное небо. И оно является частью решения всей композиции. И такой доминантной тоже важной частью. Но при этом есть там маленькие акцентики, такие небольшие штучки, которые это небо поддерживают. Вот у нас у меня было видео о равновесии, и вот там о поддержке тоже много было. Вот, например, люди, которые идут в каких-то синих одеждах, которые, к сожалению, здесь на репродукции, которые я взяла сайта Третьяковской, не были хорошо заметны. Или вот, например, здесь в синей одежде. То есть, если говорить о всех группах людей, которые в любом случае они читаются, я чувствую силуэты, представляю приблизительно, что они могут делать. Но вот они из-за того, что они все практически одного цвета, они, в общем-то, существуют в контексте такой вот общей гаммы со всем золотистым, вот этим охристым цветом, которого очень много в этой работе. А вот синий цвет действительно является акцентным. И он здесь, в общем-то, повторяется вот в таких вот то в маленьких каких-то кусочках, то в тенях, то в юбках этих женщин, которые здесь ходят, то кусочек неба или чего-то непонятного просочится где-то в районе горизонта. То есть вот это как раз у нас является акцентом, когда есть главное решение композиции и есть какие-то элементы, которые эту композицию поддерживают и позволяют дополнительно цеплять глаз зрителя, обращать на себя внимание. следующий вид акцента это акцент по форме, то есть это контрастность и резкое отличие какой-то формы по сравнению с другими формами. Предположим, что вся практически картина создана из каких-то более или менее круглых форм и вот внезапно появляется какая-то остроугольная треугольная форма. Такой контраст пластический очень сильно бросается в глаза. В качестве примеров приведу такие работы. Композиция Март-Май 1981 год. Штейнберг Эдуард. Вот такая абстрактная композиция из геометрических форм. Тут интересное сочетание. С одной стороны в качестве фоновых, то есть тех, которые находятся на фоне. Такие квадраты, трапеции, прямые линии. И акцентным является здесь фигура круглая именно, потому что ее здесь как будто бы меньше. Вот она выделяется по форме и поддерживается дальше уже несколько раз в виде каких-то меньших элементов на фоне или появляется какой-то элемент, который делит плоскости на части. То есть вот у нас появляются такие акценты, поддерживающие основной большой вот этот вот круг, самый крупный. Хотя в целом самые большие формы, которые здесь используются, это все-таки квадратные формы. Квадратные такие трапециевидные формы и прямые линии, которые тоже в общем-то не являются частью круга. «Вечер на Каспии». Это Качев Алексей. Когда смотришь на эту работу, первое, что бросается в глаза, это, конечно, акцент. Это солнце, которое, если честно, больше похоже даже на луну какую-то вечернюю. Солнце, которое очень акцентировано по тону, по цвету и по форме в том числе. Все-таки я отношу этот пример больше именно как, он не чистый пример, естественно, но все равно именно к акценту по форме. То есть это единственная такая замкнутая линия, замкнутое здесь пятно, которое практически плоско видно и обращает на себя внимание. Правда, здесь еще у нас сверху есть какой-то небольшой треугольник, очень интересно, что они даже по площади одинаковые, и вот они в таком контрасте рядышком стоят и тоже видны. Но, конечно, треугольник не так сильно виден, хотя он посередине почти расположен. Но вот если даже просто посмотреть на уровне горизонта, то там очень много треугольных вот таких вот каких-то трапециевидных крыш с прямыми углами и, конечно, такой абсолютной круглой формы здесь нигде нет. Лодки имеют по своим краям такую округлую форму, но не в нашей композиции, все-таки они больше похожи на какие-то такие многоугольники сложные. Впрочем, и геометрия их отражений тоже такая чуть-чуть угловатая. Так что здесь вроде бы я привожу пример, который ну вот он такой абсолютно кажется как будто надуманным и искусственным, но в общем почему нет. В принципе такую же работу можно было бы сделать декоративно, то есть это мог бы быть нереалистичный пейзаж, могли бы быть именно абстрактные какие-то геометрические фигуры, или это могла бы быть декоративная прямо действительно ненатуралистичная графическая работа, в которой все пятна были бы упрощены, и вот акцент был бы выставлен таким образом, как это сделано здесь. Ну вот такой вот этюд. Еще один такой немножко странный кажется, что пример, но при этом мне кажется тоже рабочий, это Эльконин Виктор Свечи Рыбы 1966 год. Интересно мне это показалось работой, эта работа, потому что прямо очень хорошо привлекал внимание вот этот круг тарелки, слегка приплющенный, превращенный в эллипсоид, и вот эта камбала, такая абсолютно треугольная внутри этого круга, то есть вот эта контрастность круглой формы тарелки и внутри него большая треугольная форма, естественно, эта треугольная форма поддерживается потом, так как стиль работы такой не совсем реалистичный, прямо скажем, и пространство дробится на какие-то треугольные массы, и тут дальше еще продолжает художник, то есть он добавляет туда вертикалий, свечей, подсвечников, бутылка там со свечой, добавляет большое количество вертикалей, и здесь тоже создается еще один такой дополнительный акцент контрастный в стремлении вверх, что ли, вот таких геометрии круга и треугольника, то есть в общем-то эти контрасты форм стали солью всей композиции, чем-то связывающим все элементы композиции. Ну что, двигаемся дальше. Теперь, конечно, чем дальше идешь, тем получается все интереснее и сложнее. Будем говорить об акценте между вертикалями и горизонталями, то есть оказывается даже какие-то перпендикулярные или нарочито противоречащие основному движению линии могут являться акцентными. Представим себе, когда мы видим горизонт, вот небо и земля, и на горизонте где-то вдали линия леса и она может быть ровной, а может иметь какие-нибудь пульсации в виде резко вырастающих деревьев, например, или может быть горы там виднеются. Или, например, к этому всему добавляются деревья на средних планах, когда резкой вертикалью они начинают или на передних планах в том числе, они начинают подниматься и создавать дополнительные вертикали внутри композиции. Разумеется, вот эти пересечения вертикальных и горизонтальных движений тоже тянут внимание зрителя на себя, притягивают взгляд зрителя в определенное место. Первый пример такой. Максимилиан Волошин, вечер, 1925 год, у него было довольно много на сайте Третьяковской галереи разных пейзажей, таких вот приятных, акварельных, и было вообще-то из чего выбрать, потому что многие вещи были решены каким-то схожим образом. Вот если прищурить глаза и посмотреть на работу в целом, ну, в общем-то, такой обычный пейзаж, есть большая часть неба и есть нижняя часть земли, такой вот с гористой местностью. Но что меня привлекло и почему я решила показать эту работу именно в контексте чередования вертикали и горизонтали ровная и в целом однообразная линия горизонта. каких-то резких перепадов здесь нет. А вот линия облаков здесь довольно интересная. То есть идет один уровень облаков и потом раз резкий подъем в вертикаль большой массы и снова дальше спуск. Вот такое вот пульсирование за счет того, что либо сама форма искажается, изменяется и в каком-то месте резко становится относительно какой-то общий горизонталь, резко вертикальный. Или наоборот, кстати говоря, почему бы и нет. Такой же прием видела у Куинджи, у него вообще очень много таких вот маленьких акцентов, когда на чем-то ровном раз вырастает маленький какой-нибудь домик, деревце или огромное облако. И получается такое немножечко утрированное именно за счет вертикально-горизонтальных акцентов построение композиции. Шишкин, Иван, рожь, горизонталь и на ней идут деревья. Они не одинаковые, разумеется, они разнообразные. Тут даже и контраст по форме такой небольшой существует, потому что здесь есть деревья, дерево голое. Дальше идет какое-то небольшое уменьшение, уменьшение, резко раз перепад в размере большой. Но в целом вся эта работа, если графически ее себе представить, она во многом построена на вертикалях и горизонталях. И даже вот здесь тоже у нас есть небольшой такой акцент. для равновесия. Сейчас довольно необычный пример, потому что на сайте Третьяковской я нашла фотографию. Это Инфанте Арана Франциско. Четыре зеркала на снегу, 1979 год. Вот так выглядит эта фотография. И смотрите, что меня здесь заинтересовало. Мы с вами уже обсудили контраст по тону, контраст по цвету, контраст по форме. Контраст по форме здесь тоже есть, но он здесь необычный. если я вам говорила до этого противопоставления какой-то формы другой форме, то почему бы не может быть противопоставления формы, например, какому-то сплошному движению. Ну, по сути, вот здесь у нас четыре таких четырехугольника, которые как будто перекрывают, подсекая абсолютно горизонтальный ровный край земли, если можно так сказать. И геометрически получается, что работа выстроена на пересечении вертикалей и горизонталей и во вторых, во вторую очередь, в первую очередь как будто на контрасте этой горизонтали и прямоугольных повторяющихся форм. И последние два акцентирования я их обозначу вместе, хотя они вообще немножко из разных опер. Первое это активное украшение, это орнаментальность, которая вдруг локально собирается в каком-то определенном месте и начинает привлекать к себе внимание. Это такая довольно простая вещь, в примере которую я буду показывать, она будет проявлена. Либо, например, максимальная детализация украшательства. То есть таким образом мы тоже можем смещать фокус внимания зрителя именно на вот эту маленькую мелкую проработку или детализацию какого-то конкретного объекта. и второе это то, что может называться композиционной паузой. Когда я вам показывала первую работу Иванова, я как раз говорила, что группа людей впереди отделены композиционной паузой, то есть промежутком, каким-то воздушным пространством с фигурой Христа. отделены и эта пауза здесь очень сильно важна. То есть она усиливает как раз контраст размерный в данном случае. А представьте себе такой вид акцентирования, когда именно сама пауза привлекает внимание. Сомов Константин «Орликины смерть» Небольшая графическая работа, сделанная акварелью и гуашью. Я часто называю этот вид акцента как дырка от баранки. То есть что важнее баранка или дырка внутри нее? Обязательно мы посмотрим на смерть, обязательно мы посмотрим на «Орликина». Возможно, что эту фигуру потом под конец заметим. Возможно, что пробежимся по периферии нашей этой работы, потому что здесь вот прямо нарочито художник делает так, чтобы получилась какая-то закольцованность и фигура обязательно замыкалась. Но не сказать, не отметить того, что вот эта дырка от баранки обращает на себя внимание и вот эта композиционная пауза становится близкой к центру композиции и каким-то образом зачем-то художник это делает. Ну, невозможно. И еще, что интересно, что связывает эту композиционную паузу этого космического звездного пространства со смертью это цвет. То есть у нас и пространство внутри работы взято черным цветом и сам плащ смерти тоже взят черным цветом. И таким образом такая смысловая перекличка между небом и смертью. Это как раз что-то вечное. Что-то вечное, бесконечное, непрерывное. Какие-то такие ассоциации возникают. Почему мы еще обращаем внимание сильное на эту такую большую дырку в этом публике. Это большое пространство черное. Не только потому, что здесь используется цвет как контраст и большая контрастность между тем, что происходит по тону внутри и на периферии, но еще из-за того, что это пространство занимает очень много места. То есть если оно заняло столько места, то оно не может быть неважно. У меня бывает такое довольно частенько, что когда мои ученики ставят какие-то самостоятельные работы и предположим, они получили задание составить небольшую композицию для того, чтобы выполнить рисунок трамплей. Небольшую обманку крошечную совершенно и они на плоскости какой-то прикрепляют какие-то бумажки, ленточки, какие-то украшалки и собирают из них композицию относительно плоскую. И нередко бывает такое, что если между предметами вдруг у них формируется пауза, и эта пауза вдруг с чего-то начинает быть слишком большой для формата, либо она оказывается практически посередине формата, она начинает привлекать себе внимание настолько сильное, что начинает быть как будто полноправным членом композиции. И всегда я обращаю внимание учеников и говорю, а зачем эта пауза? Если она вам нужна, мы ее оставляем, но тогда должно быть понятно в вашей работе, что эта пауза здесь для чего-то. А если она не нужна и получилась случайно, значит передвигаем предметы таким образом, чтобы эта пауза уменьшилась в размере, исчезла вообще, либо ушла подальше от центра композиции. Но иногда бывает, что работу выстраивают через планы, если это особенно реалистичная работа, таким образом, что вот эта дырка от бублика, что ли, вот эта композиционная пауза, не то чтобы является акцентом, она является решением композиции, так же, как и здесь в этой работе, и при этом создавала как будто вход в портал в какое-то иное пространство. Довольно часто используется такой композиционный прием. Саврасов Алексей, село Болгары, 1872 год. В этой композиции есть как будто вход через какую-то арку, через какое-то, видимо, разрушенное здание, и дальше пространство среднего плана, и вот на дальнем плане со всеми вертикалями и горизонталями, о котором я говорила, акцентировано прямо посередине находится еще одно какое-то полуразрушенное здание, как будто симметричное, практически кажется такое же точно, как из которого выглядывает сам художник. И там внутри опять же снова вот такая же точная арка. Такой получается интересный прием композиционный. такой немножко лобовой, прямо настолько вот он зеркальный, настолько он повторяет как будто бы то, что здесь и то, что там. Ну что, друзья, я думаю, что на этом я закончу сегодняшнее мое объяснение, что такое акценты, какие они могут быть, и в моих планах сделать несколько разборов композиций найду что-нибудь интересное именно с точки зрения всех тем, которые я до этого озвучила на своем канале. То есть это будут темы геометрии, фон, композиции, это будут, конечно, акценты, равновесие и, в принципе, все, что я вам когда-то рассказывала, я думаю, что там будет присутствовать в этих разборах. Спасибо вам большое, благодарю, всего доброго, успехов, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok